Дорогие поклонники спорта и прежде всего те, кто интересуется футзалом по старинке. Многие до сих пор этот замечательный вид спорта в России называют мини-футболом. Мы перемещаемся в Иран, местечко Лар. Этот город принимает два контрольных поединка товарищеских встреч между сборными Ирана и России. У микрофона Кирилл Земсков и сегодня мы станем свидетелями второй повторной встречи. Иван Чешкало находился на ударной позиции, а Басси ему помешал, а это удар в створ ворот уже на 30-й секунде примерно. У Артема Ниязова 10-й игровой номер и еще, еще одна попытка. Прекрасное агрессивное атакующее начало, то, что мы ждали, то, что мы, наверное, внутренне. Но что даже легионеры, те, кто выступают за рубежом в Европе. Ох, момент какой, 1-0, к сожалению, для нас сборная Ирана выходит вперед. Накануне он отличиться не сумел, но моментов было предостаточно. В половину здесь уже нет лимита. Если на... О, какая передача прошла, но хорош. Голкипер иранцев, удар. Орлова, великолепен Багерм. С пятака мяч переводить в ворота. 1-1, Руслан Кудзиев. Девятый номер сборной России подтверждает свои бомбардирские качества. Диспетчером Чешкала. Атака хорошая Кудзиев. Пауза нужна. Кто в середину откроется? Штанга! А даже в середину не потребовалось открываться. А на чужой уже такого правила нет. Карпов. Удар! Рикошеты угловой. Хорошая, логически выверенная, структурированная атака. То, что он может чуть ли не в три четверки играть, как несколько лет назад. Тот же норильский никель. Это не важно, потому что Никита Фахрудинов забивает второй. Изумительная комбинация сборной России. И впервые по ходу этого двухматчевого противостояния. Никита Фахрудинов забил второй для сборной России. 2-1. Россияне впереди. Дальний удар. Щурок с ним справляется. В левую сторону отбил. Прямо с каким чувством собственного достоинства. Во втором матче выглядит вторая четверка номинально. Фахрудинов на пустые. 3-1. 3-1. Павел Карпов с передачи Никиты Фахрудинова создает двукратный перевес. Плюс 2 для сборной России. Вы требовали, вы ждали именно такого футзала. На чемпионат мира с попаданием в Узбекистан. Поздравляем. Абаси Перекладина. Какое ударище девятого номера. Я так отдаленно его сравню. Что-то есть в его пластике. Карпов. Три разных игрока отличились. Кудзиев. Что творит? А пауза. Еще одна. Еще одна штанга. Была штанга после удара. В составе иранцев. Не всяких сомнений. Абаси. Передача. Удар в дальний угол. Кирилл Щурок. Ну все. Поехали. Второй тайм стартовал. Сборная России ведет. 3-1. Голевой эпизод. Кирилл Щурок спасает нашу команду. Моменты 2-3. 2-3. Упустили. Упустили в обороне. Деракшани. Махамад Хосейн. Один мяч отыгрывает. Быстро освобождаться от мяча. Удар низом в дальний угол. Очень неприятный и коварный. Это используется и в той же испанской примере. Испанском чемпионате. Есть момент. Голевой и промахивается. Вот сейчас иранцы простили. Хемат Абади сам не понимает, что произошло. По многому определяющий для Антона Соколова момент. Есть и надо забивать Руслан Кудзиев. С передачи Антона Соколова. Важнейший гол. Это 4-2. Предголевая передача Артема Ниязова. Умницы. Ниязов. И на пустые. Да. Кудзиев. Хет-трик. С передачи Ивана Чешкалы. Середина второго тайма. Россия обыгрывает Иран в гостях. 5-2. И это хет-трик. Бросайте, кидайте ваши шапки, головные уборы. Удастся сделать Валеев. Передача опасная. Удар. Блокирует его Орлов. И по пустым мяч. Не попадает в пустые ворота. Со сниженной скоростью. Снизившийся. А здесь вторая передача назад на вратаря. Дважды сыграли владея мячом. Вторым касанием можно. Вторым, третьим и так далее. И вот оно касание Кудзиева. Покер. Четыре мяча Руслана Кудзиева. Грубых ошибок в целом так и не вспомнить. Ну, одна-две, может быть, за всю встречу. Тот же второй пропущенный мяч. Кирилл Щурок однажды прибежал зачем-то. Произойти. Ничего страшного. Главное, главное потом. Потом прийти в себя и тащить, и тащить. Игроки сборной России теперь вправе обзавестись, сходить на иранский рынок, посетить его вместе с Володей Ребровым и всеми остальными. И, похоже, да, все. На этом звучит финальный свисток. Игроки сборной России.